Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Артур Ланчинский. Я из Америки, Нью-Йорка. Штаты Нью-Йорк тоже. Я из Америки борец. Приехал в Россию. Русская национальная сборная. Скажи, ты первый раз приехал на такой тренировочный лагерь со сборной России до 21 года? Да, первый. А тебе сколько лет? Мне сейчас 18. 18 лет. Насколько уровень российской сборной, где ты сейчас находишься, для тебя сложен или не сложен? Как ты себя чувствуешь в этой команде? Мне очень приятно. Все ребята очень хорошо меня приняли. Хорошие спортивные отношения и дружеские уже теперь есть. Здесь очень тяжелые, но хорошие тренировки. Система здесь просто супер. Я смотрю на ребят и точно знаю, что они сейчас на мир уже готовы. И еще только лучше. Ты в Америке входишь в состав сборной Соединенных Штатов по своему возрасту? Да, вхожу. Я был в 2007 году на чемпионате мира сам. Не выиграл. В этом году ты собираешься участвовать? В этом году у меня была травма. Я в этом году не борюсь. У кого ты тренируешься? Ну, ты Герасимеонина и Володя Шарканцева. И сколько лет ты уже в дзюдо? Ну, я с 90 лет. Где-то 9 лет так. А, начал заниматься в США дзюдо? Да. И ты родился в США? Нет, я родился в Москве России. Ага. И сколько лет ты уже живешь в США? Лет 10. 10 лет. А, после олимпийских... Вообще, насколько дзюдо популярны в США? Ну, там есть, конечно, известные дзюдоисты, такие как Джим и Педро, да? Целая семья у них дзюдоистская. Есть, вот сейчас, олимпийская чемпионка. Да. Есть Харканцев, которая олимпийская чемпионка. Вот, в связи с этим, насколько популярны дзюдо в США? Ну, сначала, когда я только начал заниматься, совсем не популярны. Ну, по чуть-чуть уже я прямо чувствую, что я говорю, что я занимаюсь дзюдо. И уже люди знают, что такое дзюдо. И не думают, что это карате, ничего такого. И это уже огромный плюс, я считаю. Потому что Америка не как Россия, не как Япония. Она еще развивается. Америка – это уже прямо искусство. Это как весь народ. Все народы. Как проходят тренировки в США? Вот, допустим, у тебя на твоем примере. Сколько раз в день ты тренируешься? Сколько человек в группе, в вашем клубе? Ну, у нас в клубе есть 30 человек. Где-то 15 из них мастеров. Где-то 10 ходят регулярно. И опять, как могут, как получается все-таки работать. Тренируюсь я раз в день, 6 раз в неделю. И еще сам я тренируюсь как. Сам всегда стараюсь тренировать. А ты учишься в университете? Да. Я сейчас выступил в NYU. Ага. А вот ты занимаешься джидо, изучаешь джидо и учишься в университете. Это не мешает твоей учебе? Ну, в принципе, должно мешать, но я как парень, который я знаю, когда что надо сделать, и как я стараюсь, и все вроде получается пока. А в твоем университете есть клуб джидо? Есть клуб джидо, да. Ну, вообще, как бы в США имеется в виду, ну, я имею в виду развито джидо. То есть во многих городах клубы есть, да, джидо? Да. Но это не на очень высоком уровне, да? Пока. А как ты думаешь, с чем это связано? Потому что я знаю, что еще даже президент Рузвельт в Белом доме был зал джидо, где Дзюгора Кана преподавал, да, пару раз там был. То есть получается джидо достаточно давно в США. Но как ты думаешь, почему оно не набирает такой большой, допустим, популярность, как американский футбол, хоккей и другие виды спорта? Дела по денежным и по школьникам джидо нет, совсем не существует ничего такого. Спортсменам, юношам еще не платят пока. Это все только в начальной стадии. Хоть оно и давно, оно только сейчас начинается как разгоняться. Скажи, пожалуйста, проводится ли чемпионат США и участвовал ли ты по своему возрасту в этом соревновании? И какие результаты? Ну, был первый пару раз. На последнем я плечо был, условно, я как особо не участвовал. Но оно еще будет, как бы. Я как особо на турнирах еще не был, но на чемпионате США я был. Надеюсь, опять же. Ты планируешь в более профессиональном уровне участвовать в джидо или для тебя как бы это просто как хобби на сегодняшний день? Нет, я стараюсь как попасть на мир и выиграть мир. Попасть на Олимпиаду и выиграть на Олимпиаду. Я знаю, что как в Америке это тяжелее и тяжело тренироваться. И уровень не такой. Ну, я стараюсь и посмотрю, что увидится. А проводите ли такие крупные тренировочные лагеря в США для джиудаистов? По юниорам? По мастерам проходят. Я один раз был у Джимми Педро, но по юниорам не проходят пока. Интересный лагерь тренировочный у Джимми Педро? Я просто знаю, что он проводит. Я с ним тоже разговаривал в прошлом году. И насколько это интересно, допустим, ну я почему спрашиваю, может быть кто-то из России захочет поучаствовать в таких тоже тренировочных лагерях. Насколько интересный там? Ну, там тоже Джимми Педро хороший уровень ставит. Он серьезный мастер сам по себе тоже. Там бы интересно съехать точно. А приезжают ли из других стран участники на его лагерь? Вы знаете, я был один раз, я не думаю, я такой опытный по его тренировкам, чтобы как точно сказать. Но я уверен, что один раз вот с Канады приезжали. Я уверен, что там кто-то приезжает из других стран. Спасибо большое, удачи тебе. Сперед, хорошего. Спасибо.